Рассказывайте, я такую чудо-технику вижу впервые в своей жизни. Мы такую чудо-технику сначала видели только в интернете, только слышали. Потом мы в прошлом году проводили в находке первый библиотечный форум, и мы в библиотеке находки, одной из них, увидели вот такую мобильную мультстудию. Все, это стала наша розовая мечта. Не зря говорят, мечты сбываются. Долгожданное мультимедийное оборудование библиотека филиал номер 7 получила по программе модернизации Министерства культуры и архивного отдела Приморского края. Спасибо нашему директору Галина Витальевна. Она собрала комплекс документов, концепции. Это большой пакет документов, в котором ты доказываешь и обосновываешь, что тебе действительно это надо, для чего это будет использоваться, что у тебя уже есть, и как ты планируешь, каким результатом ты идти. И вот в 2023 году нам повезло, нам одобрили модернизацию. И вот в этом году модернизация уже началась. И получается, планировка помещения изменится. Она не совсем планировка. Поменяется зональность, потому что здесь, допустим, видно, что полноценно для посетителей библиотеки, для читателей было доступно только три помещения. Это наш абонемент, читальный зал, и у нас есть отдельная комната, она как игровая. После модернизации, после всей замены, доступно станет 90% библиотеки. Из краевого бюджета выделили 10 миллионов рублей на обновление материально-технической базы. Новые компьютеры для посетителей и сотрудников, оргтехника, аудио- и видеооборудование. Студия анимации, где юные посетители библиотеки смогут создавать собственные мультфильмы. То есть здесь двигается, здесь двигается полностью экран, можно двигать. Можно песочную, можно стекло, можно плоскую анимацию. Изначально в комплекте есть уже какой-то минимальный набор фигурок. Фольклора русского. Да, по сказке теремок. Можно готовить с ними. Есть 3D-ручка, можно самим. Ой, да, можно создать фигуры. Можно создать свои какие-то фигуры, какие-то имени, которые нужны. Да, все можно создать свое. На следующем этапе в библиотеке заменят всю мебель. Появятся современные стеллажи с зонами отдыха, витрины для оформления тематических уголков, новые столы, диваны для читателей. По словам сотрудников, они буквально с рулеткой вымеряли каждый сантиметр библиотечного пространства, чтобы оснастить его функциональными предметами мебели. Вся мебель, как вы видите, с удобными сидячими местами. Трансформируемая, поворачивается, все будет передвижное на колесиках. Даже все стеллажи, которые сейчас у нас стоят, монолитные, даже все стеллажи под книги у нас будут на колесиках. То есть мы сможем перестраивать пространство под себя. Вот это именно модернизация, которую мы можем переделать постоянно. И библиотека будет постоянно жить, это постоянно будет что-то новое. На сегодняшний день библиотечный фонд насчитывает 23 тысячи экземпляров. Особое место занимают книги по истории, культуре и природе нашего Приморского края. Здесь можно подержать в руках точную копию личного дела Владимира Арсеньева из военных архивов. Можно посмотреть и все почитать. Выписки из приказов, утверждения. И когда смотришь, раньше мы даже подумать не могли, что такое было. Для юных читателей – красочные книги о природе родного края. С оживающими картинками, познавательными роликами и яркими рисунками. Сейчас сотрудники разбирают книжные полки и освобождают место для новой мебели. Планируется, что уже к сентябрю библиотека полностью преобразится.